Скоростная выносливость И эта способность, она приобретается путем определенного комплекса упражнений и нагрузки на организм Что такое скоростная выносливость? Скоростная выносливость это то, когда спортсмен может держать максимальную скорость продолжительное время И это труд на самом деле Ну приведу пример наглядно, чтобы было понятно, что такое скоростная выносливость Вот я занимался легкой атлетикой И мой тренер, мой тренер, он увидел, что вот я как атлет могу бегать в спринт Самая последняя дистанция в спринте это 400 метров Достаточно тяжелая дистанция по своей нагрузке Он посмотрел на меня и говорит, вот по конституции тела, по тому, как ты ставишь ногу, стопу То, как ты держишь осанку, положение головы, плечи и так дальше Это не просто так, это должно быть все технично Это мы смотрим, да, ну бегут и бегут Нет, если присмотреться, каждое движение оточено То, как ставят спортсмены ногу и так дальше И вот мой тренер говорит, послушай, вот при твоей конституции По частоте твоего шага, по длине твоего шага, да Тебе нужно бегать 400 метров 100 метров дистанция не для тебя Ты не успеваешь разогнаться 200 метров, это еще как бы, может быть, у тебя получится Но ты уже на последних метрах только начинаешь разгоняться Но то, как твой организм реагирует на 400 метров, это хорошо То есть тебе вот именно эту дистанцию нужно бегать Почему? Потому что шаг тебе позволяет Потому что тебе хватает дыхание Это достаточно тяжелая дистанция, 400 метров Это нужно все эти 400 метров пробежать на одном, как бы, дыхании И как мы тренировались? Вот как тренировали, допустим, меня на 400 метров? Я бегал больше, 800, 1500 метров Зачем я это делал? Зачем такие нагрузки давал мне мой наставник, мой тренер? Чтобы укреплялась сердечно-сосудистая система И чтобы мои легкие, они адаптировались именно к этой дистанции Чтобы организм уже знал, мой организм, мои ноги, все мое естество знало Что вот, эта дистанция именно для меня И именно я готов на эту дистанцию Пусть Господь нас благословит Сегодня, друзья, наш Бог, Он задает темп современной церкви Он задает темп Давайте мы с вами посмотрим Евангелие от Матфея, 28 глава И посмотрим все то, что Евангелист Матфей пишет Он передает нам слова Иисуса Христа Итак, 28 глава И с 18 текста И ниже мы будем смотреть И приближившись, Иисус сказал им Дана мне всякая власть на небе и на земле Итак, идите Научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа Учая их соблюдать все, что я повелел вам И вот я с вами во все дни до скончания века Аминь Обратите внимание на 19 текст Христос говорит, и так Он как будто подводит черту Причем стартовую черту Идите Нужно идти Вот этот темп Для современной церкви Нужно идти Не нужно бежать, простите меня за такое слово Сломя голову И спасать весь этот мир Идите Я когда смотрю на слова Христа Я понимаю, почему именно так, Господь, ты говоришь Во-первых, ты сам ходил по селениям По синагогам Ты проповедовал Евангелие Ты исцелял ото всякой болезни Ты ходил Ты не бежал Ты не спасал этот мир Ты не бежал Помните, когда он шел по дороге Христос Конечно, Христос спас этот мир Когда он шел по дороге В Артемии сидел на обочине И он кричал Иисус, сын Давидов, помилуй меня И в Артемию пытались закрыть рот, чтобы он не кричал Но тем не менее В Артемии услышал об Иисусе Христе И кричал Иисус, сын Давидов, помилуй меня Что сделал Господь? Он остановился Он попросил, чтобы в Артемии подвели к нему И он спрашивает Что ты хочешь? В Артемии говорит Прозреть В Артемии прозрел Господь его исцелил А помните Закхея из Нового Завета Он был маленького роста Было много людей И они теснили Иисуса Христа И из-за маленького роста Закхей не видел Господа И что он решается сделать? Он взбирается на древо, чтобы увидеть Господа И Господь идет, да? И он опять же останавливается И обращает внимание на Закхея И говорит, я буду у тебя дома сегодня И когда я смотрю на эти слова Христа И так идите И так все, идите Все, нужно идти Не нужно сидеть Нужно идти Вот мое повеление для вас всех Я понимаю, что когда ты идешь Ты обращаешь внимание на мелочи На детали Когда ты, возможно, быстро, стремительно бежишь Что-то ты можешь упустить и не увидеть Знаете, недавно была такая история со мной И вот Знаете, вот Просто страшно становится за нас, за людей Я позволю себе обобщать эти моменты Вот страшно становится за нас, за людей Я иду Вот просто иду Обычно Иду И лежит на дороге Мужчина Килограммов сто Пьяный Его никто не подымает Рядом тротуар Никто не подымает Никого рядом нету Сидит пожилая женщина Рядом Скамейка там была Возле дома все это было Тротуар и дорога Я у нее спрашиваю А что случилось? Она говорит Да вот шел, шел и упал Шел, шел и упал Я говорю Нужно что-то делать Так нельзя Он на дороге Я начинаю его подымать А чувствую, что Ну, мне не по силам Как бы Ну, мне тяжело Все равно Тяжело Я его подымаю С этой дороги Она говорит Надо его с дороги убрать Это очевидно Что надо с дороги убрать Я его убираю с дороги Начинаю убирать Как-то тащить Там, как могу Вот И рядом Где она сидела Скамейка, да Там дерево Такое крупное дерево Крупный ствол Она говорит Ты куда его тащишь? Не надо его к нам Я говорю Я, знаете Его обратно положил Меня вот это вот Передернуло Вот знаете И смех, как говорят И грех Я поворачиваюсь к ней уже Я говорю Послушайте, женщина Да вы что? Это же человек Это же человек Да какая разница В каком он сейчас состоянии Это человек А знаете А знаете, что потом Случилось Это вот бич Современного народа Я считаю Ну не всех, наверное Собрались зеваки Немного их было С телефонами Деяния святых апостолов Шестнадцатая глава И мы будем читать С первого текста И ниже Дошел он до Дервии и Листры И вот там был Некоторый ученик Именем Тимофей Которого мать была Иудеянка Уверовавшая А отец Елен И о котором Свидетельствовали братья Находившиеся В Листре и Иконе Его Пожелал Павел Взять с собой И взяв Обрезал его Ради иудеев Находившихся В тех местах Ибо все знали Об отце его Что он был Елен Проходя же по городам Они Придавали верным Соблюдать Определения Поставленные апостолами И присвятерами В Иерусалиме Проходя По городам Они шли Я подчеркиваю Эти Эти моменты Они шли Они Соблюдали Определенную Скорость Дальше Пятый текст И церкви Утверждались Верою И ежедневно Увеличивались числом Прошедшие Через Фригию И Галатийскую Страну Они не были Допущены Духом Святым Проповедовать Слово Васи Дошедшие До Мессии Предпринимали Идти Вифинию Но Дух Не допустил Их Миновавши же Мессию Сошли Они В Троаду И было Ночью Видение Павлу Предстал Некий Муж Македонянин Прося его И говоря Приди В Македонию И помоги Нам После этого Видения Мы же должны Это делать Это же наша Обязанность Церкви Народа Божьего Проповедовать О Господе Иисусе Христе Но нет Дух Святой Он управляет Сердцами этих людей И не допускает Их идти В одно место И здесь От Духа Святого Павел Получает Видение Когда Муж Македонянин Приходит И говорит Ему Помоги Нам Они не стали Писать Какие-то Бумаги Планы Какие-то Маршруты Точки Передвижения Остановки И так дальше Они встали Тот час И пошли Они понимали Что это Именно Господь Направляет Их И они не Перепутали Этот голос Ни с чем И вот они Встают Тот час И идут Идут для того Чтобы донести Благую весть Там Где видит Их Господь История Из моей Жизни Я уже Наверное Ее рассказывал Две истории Расскажу Они короткие Достаточно короткие Как я понял Что Бог Именно Меня Призывает Служить В деревне Конезавод Давным-давно Вот я молился Еще в библейской Школе И даже У своих Наставников У своих Учителей Я спрашивал Вот мне Скорее всего Когда я вернусь В свой город Мое призвание Будет то Что мне нужно Будет служить В деревне Ну потому что Уже была Практика Служения В деревне И проповеди И молитв И так дальше Конечно Они делились Своим опытом И так дальше И вот я Приезжаю В город И через какое-то Время В Соколе Два брата Наших Они говорят Возьмешь 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 Ответственность Законезавод И знаете Вот здесь В сердце Был мир И покой Я понимал Что это Бог призывает Меня В эту деревню Служить там И когда мне Объяснили Ну На мой взгляд Объяснили То куда я должен Прийти там Я ничего не понял Из этого Объяснения Потому что Было трудно Понять Люди Первый раз Там были Но когда я Приехал туда На маршрутном Автобусе Я пошел Конезавод Мне достаточно Знакомая Деревня Я пошел Каким-то путем И вы знаете Пошел Путем праведным И верным Оказывается И когда я Увидел Женщину Которая бежит Мне навстречу В белой Кофте Белые волосы Бежит Мне навстречу Я останавливаю И вот так Вы христианка Она говорит Да Я говорю Где Она говорит Вон дом С синей крышей Я шел В том направлении В котором Нужно было Идти Это только Может быть От Бога Деревня Не маленькая Там не два дома Понимаете Бог меня вел И вот И какая радость Господь Ты открываешь Наши сердца И я чувствую Когда так Будут говорить Один человек Как-то Пришел Меня тогда Еще не было Мне просто Рассказывали С болезнью Какая-то немощь была И говорит Я вот Везде уже была Что мне делать Пришел в церковь И ей сказали Знаешь Иди к тете Вале Иди к тете Вале Это человек Божий Она помолится За тебя Представляете Себе И она пошла И эта тетя Валя Помолилась Вот сколько таких Тетя Валь О которых Мы не знаем Их много На самом деле Пусть Господь Благословит Пусть Господь Благословит Мы трудимся Для Бога Нам нужно Держать этот темп Как бы там Ни было И вот эта тетя Валя Она сохранила Этот темп До самого Последнего дня Своей жизни И после того Как она ушла В небесное царство За нее до сих пор Говорят Что это был Человек Божий Аллилуйя Слава Господу Вот что бы Хотелось И мне Допустим Чтобы после того Как я уйду Обо мне бы сказали Это был Человек Божий И он Он Сохранил веру И течение Совершил Он вот эту вот Максимальную скорость Свою На этих Божьих путях Он сохранил Продолжительное время А именно Всю свою жизнь Аллилуйя Еще один момент Все параллели Со Словом Божьим Только со Словом Божьим Друзья На 9 мая У нас были эстафеты Здесь В советском округе И Эта эстафета Была со всех школ Ну и соответственно Меня Как вы догадываетесь Поставили на этап 400 метров Этапов было много Нужно было пробежать Большой круг И мой тренер Он говорит Сергей Тебе будет передавать Эстафетную палочку Вот эта вот Маленькая девочка Оксана У ней 200 метров У тебя 400 Ты побежишь Практически по прямой Никаких поворотов Ничего Все Ты ее там Увидь только Ты увидь ее Из этой толпы Потому что Много было И там были Некоторые такие Извините меня За выражение Из Полины В школе Учились Хорошо И вот Вижу бегут И высматриваю Где же она Потому что Ну мне надо быть На готове уже Эстафета Это не просто Нужно Технично взять Эту палочку И бежать Это не нужно стоять Это ты уже должен Разгоняться Вижу Бежит Ну что-то там Случилось у нас При передаче Я то все нормально Вот технично Взял эту палочку Но я провалился Как бы на этом старте И меня обогнали Два человека Я не знаю Откуда взял велосипед Наш тренер Но он ехал рядом со мной И когда я бежал Два впереди меня А я то настроен на победу И никак по другому Ну никак по другому Ну не хочу я проигрывать Честно Даже на своем этапе Понятно Это эстафета Я могу здесь провалиться Но там дальше могут нагдать Но не в этом дело Мне нужно стать победителем Для самого себя И когда я бежал Я чувствую Что первого-то я догоняю Я его обогнал И когда я обогнал Я тут же опять почувствовал Что я начинаю задыхаться Мне становится тяжело А до него еще метров пять А это много Это очень много И вот тренер Поравнялся со мной И едет и кричит Серега Ты можешь Давай Обгони его Ты можешь Ты молодец Слушайте Слушайте Как эти слова Повлияли Я вам говорю У меня Во все дни До скончания века Господь с нами Во все дни Он на всех этапах Твоей жизни Он знает На что ты способен Он знает Когда ты будешь Проваливаться Когда ты будешь Задыхаться В своем служении Когда тебе будет Тяжело И трудно Когда тебя вокруг Не будут вообще Понимать И то что ты говоришь Об Иисусе Христе Но он будет С тобою всегда До скончания века И даже если Допустим Ты руки свои Опустил То именно он Будет поднимать Тебе твои руки Чтобы ты продолжал Молиться И эту скорость Свою Которую ты взял Там в начале А знаете В начале бывает Как Мы же все такие герои Мы горим Мы же готовы Горы свернуть А потом Барьер за барьером Трудность за трудностью И кто-то тебе Подножки ставит И возможно Это бывают Свои Простите И как И как тогда А ты знаешь Как тогда Идите И учите Все народу Соблюдая Все Что я повелел вам Я вам что-то повелел Наставник Наш наставник Он Нас Знает Он знает Все наши Переживания Он знает То Что есть В нашей жизни Сегодня Он знает Где мы Проигрываем Он знает На что Мы способны Знаете Здесь я вспоминаю Одну историю О талантах И на мой взгляд Когда господин Раздавал Таланты Он Знал Чем Закончится Все это Какие результаты Будут У этих слуг Он Знает Нас Господь Нас Знает Одному Он дал Пять талантов Другому Он дал Три таланта А третьему Он дал Один талант Эти трое Они уже Были В тройке Лидеров Они уже Были В тройке Лидеров И вот Один талант Я думаю Господь Он дает Этот талант В надежде На то Что ты Все таки Не сядешь Сиднем И не Закопаешь Его А ты Будешь Приумножать Его Ты Будешь Расти И Развиваться Все Эти Таланты Они Были Божьи И Те Кто Приумножил Они Не Должны Были У себя Оставить Это Это Был Дар Господу Господину Они Не Для Себя Даже Старались Друзья Вы Понимаете Для Кого Мы Сегодня Стараемся Мы Стараемся Для Нашего Господа Мы Служим В Царстве Небесном И Если Даже У нас Сегодня Один Талант Всего Лишь Один Талант Но В Состоянии Мы Его Приумножить Или Бывает Так Наверное Я посмотрел На Этого Знаете Раба И Он Видимо Когда Получил Этот Талант Посмотрел На Всех Остальных Ну Им Пять Одному Три Ну И Хорошо А Мне Один Ну Я Даже Не Буду Ничего Делать Зачем Мне Такая Нагрузка Ответственность Я Просто Его Закопаю И Все Сохраню Когда Придет Господин Я Его Верну Этот Талант Один Ну Мне Просто Не Интересно А Вот Эти Люди Они Были Заинтересованы В том Чтобы Приумножить Эти Таланты И Они Их Приумножили Понимаете И Они Сохранили Вот Эту Вот Скорость Своей Деятельности Своего Служения Я Буду Говорить Откровенно Друзья У Меня Были Такие Моменты Когда Ты Останавливался И Как Будто А Мне Что Не Интересно И Когда Ты Возвращаешься К Здравому Рассудку И К Богу И Говоришь Бог А Зачем Я Здесь И Бог Говорит С тобой Говорит Ты Поставлен На То Чтобы Служить Интересно Это Или Не Интересно Ты Водимый Духом Святым А не Интересами А не Эмоциями Я Понимаю Что Эмоции Имеют Место Быть И Радости Печали И Так Дальше И Слезы Но Царствие Небесном И Тебе Нужно Вот Эту Скорость Которую Ты Взял И Ее Сохранить До Самого Конца До Того Как Ты Придешь В Небесное Царствие Да Возможно Будет Тебе Тяжело Ну И Что Но Я Ж Сказал В Своем Слове Тебе Сказал В Своем Слове Именно Тебе Что Я С Тобою До Скончания Века Неужели Я Оставлю Тебя На Каком То Этапе На Этой Дистанции Люди Бывают Сходят С Дистанции По Каким Либо Причинам Усталость Не Видят Цели Еще Что То У Него Есть Призвание Вот Есть Призвание Точно Есть Призвание Но Почему То Этот Человек Сидит Почему То Этот Талант Один Единственный Он Закапывает И Он Даже Не Идет Он Просто Сидит И ждет Когда Придет Господин А Господин Придет И Посмотрит Где То Что Я Тебе Давал И Те Кто Приумножил Они Придут С Результатами С Добрыми Результатами А Тот Ну Да В руках Что То Есть Но Господь Рассчитывает На Другое И Он Будет Ценить Те Плоды Отец Наш Небесный Которые Мы Принесем На Этой Земле При Нашей Жизни В Этот Мир Эти Добрые Плоды И Здесь Есть Одно Место Писания Которое Мне Очень Нравится Это Послание К Римлянам Да И Там Есть Такой Текст В усердии Не Ослабевайте Не Ослабевайте В усердии Бог Будет Поддерживать Тебя Не Ослабей В Твоем Труде И В служении Которое Доверил Тебе Сам Господь И Спаситель Иисус Христос Не Ослабей В этом Усердии Если Где-то Нужно Напрягаться То Напрягись Если Где-то Нужно Упираться То Пожалуйста Сделай Все То Что От Тебя Зависит Ведь Тренер Мою Дистанцию За Меня Не Пробежал Он Учил Меня Как Нужно Бегать И Он Увидел Во мне Этот Талант И Он Именно Он Поставил Меня На Эту Дистанцию И Сегодня Так же Бог Он Ставит Нас На Определенные Пути Все Мы Ходим Все Мы Ходим В одну Церковь Все Мы Читаем Одну Библию Да Все Мы Верим В одного Бога Но Жизнь У нас Будет Разная У каждого Из Нас И Дистанции У нас Будут Так же Разные И Кто Как Ее Пробежит Это Уже На Совести Будет Самих Нас Пусть Господь Нас Благословит Чтобы Мы Не Ослабели В усердии Чтобы То Что Мы Можем Сделать Для Царствия Небесного Мы Смогли Сделать Помните Иона Он Бежал От Лица Господа Но Бог Вернул Его К Себе Он Вернул Его На Эту Дистанцию Дистанцию Дистанция Дистанция Продолжение следует...